Правительство Чувашии обсудило сегодня перспективы выполнения некоторых государственных программ. В этом году республика плотно поработала с Минфином России для привлечения дополнительных федеральных средств. Как результат, несмотря на общее сокращение расходов госказны на 10%, бюджет Чувашии снижения не почувствовал. Буквально сегодня на федеральном уровне принято решение о выделении дополнительных средств нашему региону. 1 миллиард 415 миллионов рублей, из них бюджетный кредит из федерального бюджета 768 миллионов, безвозмездные субсидии 646 миллионов 936 тысяч рублей. Почему я говорю? Потому что карандашом они были, в третьем течение Государственного дома практически рассмотрел этот бюджет, президент подпишет, будет обнародован. Бюджетный кредит пойдет на замещение коммерческих кредитов. 363,5 миллиона предназначено для строительства хирургического корпуса онкодиспансера в Чебоксарах. 155 миллионов направят на жилье для ветеранов, 116 миллионов на агропромышленный комплекс. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, до 2020 года продлили федеральную программу жилища. А это значит, в следующем году жители Чувашии смогут участвовать в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. А вот затраты перевозчиков, которые с апреля, по утверждению специалистов, серьезно выросли, бюджет республики самостоятельно покрыться не сможет. Речь о пригородном железнодорожном транспорте. Еще недавно экономически обоснованный тариф за 10-километровую зону составлял 46 рублей 4 копейки. Из них пассажиры платили 27 рублей, остальное компенсировал регион. Теперь перевозчик настаивает на сумме в 58 рублей 30 копеек. В целях недопущения резкого роста тарифов для пассажиров предлагается установить на 2016 год тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с ростом на 10% или 30 рублей за одну 10-километровую зону. За счет округления до целого рубля фактически рост составит 11,1%. И при средней дальности поездки пассажиров 32 километра прирост платы составит 9 рублей 60 копеек за одну поездку. Накануне праздников говорили и о суррогатном алкоголе. После недавних случаев отравления правительство планирует предпринять ряд защитных мер, чтобы в торговые сети предприятия общепита не попали поддельные алкогольные напитки. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.